Максим, поздравляю с твоим победителем в «Хайджемпе». Мы в Минске, для твоего родственника. Как вы чувствуете, победить в этом стадионе? Поздравляем тебя с тем, что ты выиграл на родном стадионе. Как чувствуешь себя? Спасибо большое за поздравление, потому что я планировал побить свой рекорд. Я это сделал и для болельщиков прыгнуть высоко. И как вы квалификации на Олимпийские игры. Он очень рад, что победил. Он планировал победить рекорд в нашем стране и в наших спектаках. Потому что вы прыгнули новый ПБ, 235. Вы ожидали эту высоту? Ты ожидал какой высокий результат? Да, я планировал на результат 233 точно. Да, он планировал 233. Это 2 см больше. Как вы можете рассказать нам о этой соревновании? Как вы рады, чтобы прыгнуть в Европу против США? Классно, потому что я за команду Европы уже выступаю второй раз. Это очень круто, потому что это уже второй раз, когда он победит в Европейском команде. Вы также победили в Гэвбле и теперь вы победили этот матч. И вы 21 лет, который прыгает в 235. Какая амбиция для последнего года? Что ты собираешься делать? Тебе всего лишь 21 год и у тебя такой большой результат. Какие у тебя планы на конец года? На конец года я планирую хорошо выступить на чемпионате мира. И пока что не улучшать личный рекорд. Пока на нем задержаться. Он планирует выступать очень хорошо на чемпионате мира и оставаться на этой высоте. Он чувствует обычные эмоции, он не чувствует ничего сейчас. Но, может быть, завтра он будет понимать, что он сделал. В 235 тыс. из всех лучших прыганцев. Ты мечтал о таких высоте или прыгании? Ты вообще мечтал стать одним из самых лучших в таком возрасте и именно на таких соревнованиях? Я не мечтал, я и мечтаю это сделать. И пока что это получается. Он продолжает мечтать и он выступает хорошо. Как ты начинал с хайджем? Как ты вообще начал заниматься прыжками? В лет 13 просто я делал многоборья и прыжки в высоту у меня получались лучше всего. В возрасте 13 он понимал, что он делал атлетики. И он понимал, что высокие прыжки он выступает хорошо. И последняя вопрос. В каждом прыжке, который ты делал, весь стадион был чирингом. Вы слышали? Во время каждого твоего прыжка, весь стадион скандировал и кричал. Ты вообще это слышал? Конечно, конечно. Это поддержка, но при помощи чего я и прыгал. Окей. Да, он чувствовал все, и все. И это был причем, почему он прыгал и прыгал хорошо. Что ты можешь сказать о Минске, о наших людях? Это мой родной дом. И люди, у нас самые гостеприимные люди, где я еще был в разных странах, это у нас самое гостеприимство. Это мой родной город, и у нас есть самые гостеприимные люди, которые мы никогда не встретили.